Здравствуйте! С главными событиями последнего рабочего дня в студии Олег Хатанзейский. Новости начинаются. Александр Цубульский провел личный прием местных граждан. Большинство вопросов касались жилищной темы. Поделиться своими проблемами с временно исполняющим обязанности губернатора пришли около 10 человек. Общение состоялось в открытом режиме с участием муниципальных властей, руководителей профильных департаментов и региональных СМИ. Тем продолжит Иван Кутенников. Для тех, кто приходит на личный прием к главе региона, это едва ли не последняя, а реальная возможность решить свои проблемы. Проблемы, о которых муниципальные власти знают, но зачастую не реагируют на них должным образом. Яркий пример – история Валентины Слободенюк. В пороге чиновников женщина обивает далеко не первый год. Казалось бы, в относительно новом доме, где она проживает, это ордали на 9, периодически протекает крыша, а еще не выдерживает канализация. Озеро из нечистот образуется в подвале. Качают через раз. Фотографий полно. Около септика море. Они как придумали, открывают в подвале вот это. Ну, я их зову заглушки. А по ихому, не знаю, ревизии или как-то так. И все льется в подвал. Вот сейчас месяц они устраняют. Потому что я когда увидела, я там такое подняла, ходила к Васендину. А они, оказывается, в курсе. Они вот засыпали песком и теперь до сих пор месяц вносят эти мешки. Но это продолжается, понимаете? Продолжается. Александр Цибульский поинтересовался у собственника дома, руководства поселковой администрации. В чем причина проблем? Григорий Коваленко заявил, жилое здание построено с большими нарушениями. Глава муниципалитета пообещал исправить ситуацию уже в ближайшее время. Мы будем увеличить объем со своей стороны, сектика. То есть мы там шести подъездов, мы два подъезда отделяем просто отдельно, чтобы уменьшить нагрузку. Вот. На систему канализации. Плюс вот это то, что касаемо, прекрасно понимаем, что это еще человеческий фактор. Канализацию бросает не весь что. То есть, потому что выбивает заглушки. И вот почему-то действительно в этой квартире попадает... Именно четвертый подъезд. Именно. Глава региона отметил, нужно разбираться и с теми, кто в свое время принимал этот дом. В том числе обратиться и в правоохранительные органы. Если это не соответствует проекту, значит, это кто-то делает, значит, с каким-то... Либо по незнанию, либо с умыслом. Поэтому с этим надо разобраться. Значит, крыша разводка на вас, вы, Светлана Владимировна, сейчас... Это Александр Владимирович, лидер, мой заместитель, как раз отвечает за ЖКХ и строительство. Это на вас работа, а септик тогда и вот эти вот ограничители для того, чтобы не все это не сыпалось, да, Кантине Владимировне, то, что бросают в канализацию, конечно, это на вас до конца сентября. Галина Калий, дитя войны, рассказала главе региона о проблемах жителей дома на улице Сопрыгина-4. Деревяшка, простоявшая полвека, сейчас находится в плачевном состоянии. Тем удивительнее, что в реестр ветхого жилья здание попало только пару месяцев назад. В доме нет никаких удобств, воду приходится носить ведром из ближайшего колодца. Впрочем, по словам женщины, это еще не самое ужасное. Вот моя туалетная комната. Туалетная комната. При открытии крышки можно видеть тараканов, ползущих снизу наверх. Можно видеть, как на себя смотрит крыса. Вот когда в том году, по-моему, наводнение было крысы, помните? Вот сидели у вечного дня крысы и поза тот год. Вот особенно тогда, вот эту крышку откроешь, они пытаются, ну и на тебя смотрят. Так как жильцы старого дома смогут получить новые квартиры не раньше 2020 года, Александр Цибульский предложил следующее решение проблемы – включить детей войны в региональную программу переселения из ветхого аварийного жилья. До октября, условно говоря, до первой сессии собрания депутатов, мы тогда сформируем это предложение. И действительно выделим участников Великой Отечественной войны, мы там полностью, мы знаем, там вроде бы у нас с этим. А вот давайте дети войны тоже включим. Дети войны и, может быть, дружники тыла тоже. Ну, те, кто нуждается, соответственно, в улучшении жилищных условий. В полном отчаянии на прием к главе региона пришел и Николай Хозяинов. Мужчина всю жизнь трудился в Заполярье. Сейчас по состоянию здоровья на работу уже не берут. Он инвалид по зрению. С таким диагнозом ему требуется регулярно наблюдаться у областных специалистов. Но возможности отправиться в Архангельск у мужчины просто нет. Я шестой год уже живу без денег на севере. Всю жизнь отработал. Я не знаю, что мне делать. Медицина мне не помогает. Потому что они меня хотят отправить в Архангельск, пожалуйста. И мне направление дают. Но, опять же, у меня нету средств. Я знаю, что эти средства, конечно, вернутся мне. Они мне предлагают, возьми кредит. Кто мне даст кредит? Ну, это же смешно. Я же не работающий человек. Правильно? С такой проблемой к властям региона северяне обращаются далеко не в первый раз. Оплата проезда к месту лечения компенсационная. И пациенту, прежде чем получить поддержку, необходимо купить билеты за свой счет. А по билетам прямо делать предложение, чтобы мы могли эти билеты действительно на лечение выдавать без предварительной оплаты. То есть, в любом случае, если мы с бюджета оплачиваем. Какая разница? Если есть предписание медицинского центра, есть готовность принять, значит, с этим предписанием человек должен нам определить, куда приходить и получать билет живой. А потом уже мы с авиакомпанией свои отношения решим. Правильно? Я понимаю. Вот давайте на первой, на ближайшей сессии депутатов надо этот закон принять. Ну, вернее, предложить депутатам. По словам Александра Цибульского, часть озвученных вопросов будет решена в ближайшее время. Ими займутся профильные департаменты.